Ну, опоздал на два часа. А почему? Потому что в этом несчастном Корюкове не все поезда останавливаются, а проходят мимо. Вот и пришлось делать две пересадки. Да, теперь ситуация, дай бог. По моей вине возник конфликт внутри руководства. На глазах у всего коллектива инженер обвинил начальника участка в неумении руководить людьми. Воронов не простит. Инженеру, может быть, и простит им вместе работать. А мне не простит никогда. Плюнь, не принимай близко к сердцу, не зарплата. Вот зарплатой другое дело, можно поволноваться. А на выговоры, внушения, проработки не обращай внимания. Низ, ну, что я плохого сделал, а? Могу объяснить, если хочешь. Очень хочу. Пожалуйста, только не обижайся. Если без дураков, то Воронов прав. У меня в войну погибли дядя и еще дядя. Так что же мне теперь бегать по свету, искать их могилы? Юра, не заводись, Серега и так попала. Нет, я правду говорю. Всем жалко солдата. Но никто его не ищет. Каждый занят своим делом, работой, жизнью. А вот ты бегаешь и ищешь. Выходит, ты добрый, гуманный. А мы кто? Варвары. Нет, друг, мы не варвары. Мы работники. Вот мы кто, работники. А тот, кто не любит работать и не хочет работать, тот вот на таких штучках и высовывается. Работать не можем, так хоть могилками возьмем. А ты... А ты подлец. Что? Что ты сказал? Повтори. Повторить? Вот именно, повтори. Да бросьте вы! Подлец! Подожди, подожди. Иди, боксер, иди отсюда! Да убери ты, рука! Все, хватит, сядь! Сядь, посиди, все. Хватит, сядь, посиди. Какой разряд? Первый. У тебя первый? У моего товарища. А-а-а. Ну, все, посиди.